Всем спасибо за предоставленную возможность выйти к этой трибуне. Приветствую всех присутствующих в этом зале, очень много знакомых людей. Приветствую тех, кто за ее пределами, наступаю со всех праздниками, которые у нас прошли, которые еще придут впереди. Всем всего самого хорошего. Да, много уже было сказано предыдущими ораторами, даже, думаю, есть возможность что добавить, но мы уже все, в принципе, сказали, да, высказали по этой тематике. Я действительно задавая себе вопрос, все-таки что нам мешает нормально развиваться как государству, я получаю все равно один и тот же ответ, это коррупция. То зло, которое несет большую угрозу, угрозу в целом национальной безопасности, нашему государству в целом. А упоминания о коррупции, в целом о коррупции мы знаем еще с древности, да. Упоминания о ней встречаются в исторических источниках, относящихся ко всем центрам древневосточных цивилизаций. Это и Древний Египет, это Китай, это Индия. Знакомство с элементами государственной коррупции встречаются в древних сводах законов. Те своды, которые, по крайней мере, сохранились до нашей дни, это законы Хамураби и Эдикт Нармана. Это второе тысячелетие до нашей эры в Вавилоне, первое тысячелетие до нашей эры в Египте. Потом в римском праве, да, изначально появляются законы 13 таблиц. В Средневековье это понятие имело такой более, своего рода, канонический характер, да, это был большой грех. Кстати, хотелось бы, чтобы многие коррупционеры все-таки задумались, да, искушение дьявола. А в конце 18 века фактически начинается активная борьба со стороны общества со всеми проявлениями коррупции в цивилизованных государственных Европах, на Западе, в США. Было принято, если не ошибаюсь, 1700.